Совсем скоро этот питомник откроет двери для бездомных животных, а пока здесь ведется строительство приемника, где ветеринары будут проводить первичный осмотр и обработку от паразитов. Наполовину готовы вольеры для размещения животных на 10-дневный карантин, а также операционная. Отдельный корпус для кошек. Здесь также есть кабинеты для первичного осмотра, операционная карантинная зона и место для их содержания. В апреле из-за угрозы распространения коронавируса все строительные работы временно приостановили, а сейчас наверстывают упущенные. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. Строительство вольеров для содержания и выгула собак на финишной прямой. Осталось только уложить деревянные полы и сделать пешеходные дорожки для сотрудников. Специально для того, чтобы собака не выскочила из вольера, здесь сделали так называемые отсекатели. По сути, благодаря этому устройству у собаки просто не будет возможности сбежать. Такое решение позволяет экономить место и строительные материалы. Этот механизм сделали по аналогу европейских приютов для животных. Как только здесь появятся первые питомцы, им сделают все необходимые прививки, стерилизуют и чипируют. После чего попробуют найти им новые семьи. Анкеты с фотографиями животных будут размещать на сайте питомника и в социальных сетях. Под лозунгом «Не покупай, возьми», так как мы будем предоставлять полностью проверенное животное. Животное будет проверено как своими специалистами, так и государственным, как мы и говорили. Обработанные от паразитов они у нас получаются. То есть у нас нет ни глистной навозии, нет ни блох, ни в шее. То есть мы привели от бешенства. Для человека животное получается полностью безопасно. Желающим взять в семью животное выдадут ветеринарный паспорт, где укажут, какие прививки были сделаны. Здоровое и безопасное для людей животное выпустят на улицу в том случае, если не получится найти ему дом. Елена Малютина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.